Девушки отдыхают Ну, это не моя конференция, но я большой друг всех тут, здесь, так что, да Так, значит, я уже немножко встал под Check Out Но я хочу еще немного рассказать про другую сторону медали, скажем так Про наш редизайн сайта, как бы Smash Magazine Который занял гораздо больше времени, чем я ожидал Нараздо больше усилий, чем я ожидал Нараздо больше нервов, чем я ожидал И я очень рад, что он наконец закончен Ну, как бы не то, что закончен То, что этот проект редизайн наконец-то завершился Кто из вас дизайнер? Большинство, я думаю Кто разработчик? Кто дизайнер слэш разработчик? Кто разработчик слэш дизайнер? Ааа, вот тебе какой интересный вопрос И в этом выступлении сейчас я хочу показать две стороны С одной стороны техническую, с одной стороны дизайнерскую сторону Как бы я хочу показать наш процесс, наш workflow Как мы начинали, почему мы приняли решение, которое мы приняли Ну и кроме того, что это значит для нас в техническом плане Потому что в техническом плане тоже очень много чего поменялось Я думаю, даже если вы не знаете CSS или JavaScript На самом деле, есть несколько полезных вещей, которые будут, я думаю, довольно важны для вас в этом выступлении Сайт был таким, стал таким, но теперь можно его поменять и на белый фон Так что все нормально Я знаю, что возникает очень много, так и сразу поднимается давление и все такое И только люди такое видят Все будет хорошо, да, может быть белым тоже И я хочу как бы показать опять-таки Ну как бы четыре стороны Первую половину дизайн Первые 40% дизайн Потом фронтенд Потом немножко бэкэнд Если у нас будет время Если будут появиться вопросы об этом, то можем это обсудить позже тоже Но по тем, как собственно идти в кейс Я хочу буквально уделить, может быть, пять-десять минут глобально Проблемы, которые у нас была И более того, процессы, которые мы выбрали для визуального дизайна И когда я говорю о визуальном дизайне Прежде всего для меня это скорее вопрос personality Или вопрос того, должен ли сайт иметь какой-то характер, скажем там Или какое-то нечто уникальное в себе Я думаю, что да Я как бы уже начал немножко говорить об этом два часа назад Я думаю, что это действительно важно в какой-то степени И причина, почему это важно Потому что в большинстве случаев это не так Я работаю с многими компаниями, с многими фирмами И очень часто у меня появляется одна и та же проблема Потому что многие люди думают, что креативный процесс Для дизайнеров, для разработчиков Для дизайнеров слэш-разработчиков Для разработчиков слэш-дизайнеров Считается очень часто очень линейным процессом Таким прямо линейным процессом Но на самом деле все вокруг нас довольно сложное. Наш процесс для дизайна, для девелопмента сложный и довольно замороченный, скажем так, потому что есть очень много процессов вокруг них. Такое представление чаще всего у менеджеров или у коллег, которые думают, что креативный процесс опять-таки очень-очень прямолинейный. Мы начинаем где-то встать и в путь. И мы постоянно делаем какие-то изменения, улучшаем, рефинемент, A-B-тестинг, или как-то улучшаем нашу технику, рефакторинг и так далее. В конечном счете мы проходим к концу и у нас финиш-лайн. Но на самом деле для меня креативный процесс выглядит опять-таки скорее вот так. Где мы начинаем, в каком-то месте всегда есть начало, но с другой стороны нам нужно всегда посмотреть, какие возможности у нас есть, собственно. Это зависит не только от возможности в интернете, скажем так, от веб-технологии или дизайна, но и от бюджета, от времени, от наших знаний, предыдущих проектов, от фреймворка, который мы выбрали и так далее. И каждый раз, когда мы оказываемся в каком-то состоянии, когда нужно принять какое-то решение, нам нужно принять это решение. И вполне вероятно, что одно из решений, которое мы примем, не будет правильным. Поэтому нам нужно будет вернуться и продолжить в другом направлении. И вот этот момент, когда мы теряем время. И я думаю, что многие, кто сидят здесь, не любят терять время. И поэтому мы предпочитаем использовать решения, которые работали в прошлом. Поэтому мы создаем страницы, которые выглядят как все остальное в интернете. Да, или мы создаем страницы, которые выглядят как templates. То есть, мы используем, используем, используем одно и то же. Which one of these two possible websites are currently designing today? Слева или справа? Вот и все. Потому что больше ничего в интернете уже нет. Есть одна разница. Это то, что иногда карусель наверху, справа, внизу. Но обычно все очень просто. Почему-то 50% border radius на картинке. Текст слева, картинка справа. Картинка слева, текст справа. Картинка слева, текст справа. Текст справа, картинка слева. Все. Но на самом деле есть много возможностей. И я думаю, что очень часто мы как бы потеряны немного в этой попытке сделать нечто уникальное, замечательное, крутое. И что работает лучше всего. Опять-таки постоянно заботясь больше о IB-тестинг, чем о Big Picture. Если посмотреть на архитектуру или на дизайн, на изменение дизайна Toolbar, Photoshop или Illustrator, с 3027 года до 2017, на самом деле не так уж много изменилось. Добавились новые иконки, изменился фон, но прошло за это время 30 лет. Может быть тот интерфейс, который когда-то кто-то в пабе, может быть, случайно придумал 30 лет назад, не обязательно самый лучший для этой проблемы, которую они пытаются решить. Может быть иногда нужно действительно создать что-то совершенно другое. Совершенно другое. Попробовать, экспериментировать. И мы как бы находимся в этой культуре, что нужно все тестировать. Надо везде проводить IB-тестинг. И мы знаем про 67 shades of links в Google, где они проводили тестирование 67 разных теней синего для ссылок, чтобы генерировать какой-то больше трафика. Но почему-то никто не говорит о том, что в Твиттере 128 shades of icons, а в Фейсбуке 257 shades of icons. Когда они каждый божий день тестируют иконки, может быть поменять пиксель вот здесь, может быть добавить border radius вот здесь, может быть поменять немножко spacing вокруг. И люди некоторые действительно, у вас везде есть разные хобби. Я не знаю, как у вас, у меня везде есть такие хобби. Собирать все вариации в Facebook bottom navigation. Их действительно очень много. Очень-очень-очень много. И кроме того, мы тоже пытаемся, как бы уделяем слишком много внимания проблемам, которые не существуют. Появился iPhone X. Вокруг большая тема. Что мы будем делать с этой фиговиной, которая наверху? Что мы будем с ней делать? Все, конец света, ужас. Надо что-то менять, надо менять. Теперь нам надо делать дизайн, который будет вот так обтекать. Или как-то надо что-то придумывать. На самом деле, это действительно не проблема вообще. Потому что почему? Потому что большинство людей, абсолютно большинство людей, не читает тексты landscape. 98% людей, которые смотрят в браузер, используют браузер, смотрят в portrait, а не landscape. Очень редко можно найти людей, которые будут ходить, например, вокруг по зданию и читать статьи вот так. Это как-то очень непривычно. Но мы, куча статей на эту тему, о том, что это так важно, что надо менять, что происходит, iPhone X, ужас. Все, наша профессия doomed forever. На самом деле, это не проблема. И мы как бы видим эту всю статистику и так далее. Я тоже люблю эту статистику, но иногда нужно продумать, может быть, это недостаточно, когда мы работаем над дизайном. Например, это прикольная статистика. Я люблю такие вещи. Например, сколько количества applications, которые американские пользователи скачивают в месяц, в среднем. Большинство скачивает ноль. Или скачивает одну, и потом никогда ее не используют. Ну, окей, значит, что? Значит, нам не стоит больше делать apps? Может быть, а если вы делаете какое-нибудь хорошее, могут быть, люди скачивают. Это ничего не значит, на самом деле. Или другая статистика. Два человека из тысячи. Два из тысячи кликают на social buttons, share buttons, like button, tweet button, share on LinkedIn. Я не знаю, кто кликает на share on LinkedIn. Но два из тысячи людей. И потом, когда появляются такие сообщения, как это у вас нету social media buttons? Ну, как бы, может быть, не надо иногда. Я не знаю. И 90% людей, когда видят permission grant наверху в Firefox или в Chrome, типа, а можно, пожалуйста, получить информацию, где вы находитесь в мире? Да? И там push notifications посылать. 90% автоматически, даже не читая этот текст, нажимает no. Или dismiss или ignore. Да? И мы как бы предпочитаем именно использовать это как правило. Значит, мы не будем так делать. А может быть, надо делать наоборот, чтобы заставить людей как-то подумать перед тем, как они приняли какое-то решение. Или заставить их поменять свое мнение о чем-то. Потому что если посмотреть в интернете, опять, у нас эти два классических темплейта. Может быть, их 15. Может быть, их 10. Я не знаю. Но их там не сотни. Но у нас нет, например, такого темплейта обычно. Вы видели такое в интернете? Редко, я бы сказал. Я не говорю, что print это web или web это print. Но я думаю, что многие из техник, которые используются в print, можно вполне использовать и в интернете тоже. Это этот layout выглядит очень, ну, как бы обычный магазин layout, но он выглядит довольно прилично и хорошо. Так почему же такие дизайны обычно, оказывается, выглядят вот так в интернете, когда мы их создаем, потому что это темплейт, когда мы их готовим для интернета. Как-то в этом очень много потери на месту, этим дизайном и этим дизайном, как мне кажется. И вот буквально год назад я посещал конференцию. На этой конференции один дизайнер Моген Смера сказал несколько вещей, которые были довольно тривиальными для меня, но другие вещи остались со мной довольно долгое время. И он сказал, что if we want to stand out, если мы хотим быть другими, то нам надо быть другими. Это было логично, да? We need to delight customers with remarkable design, charming personality. Он сказал, with an unprecedented attention to detail. Когда я слышу unprecedented, я слышу, стоит много денег, я слышу, должны быть задержаны много людей, и я слышу, что это нереалистично во многих проектах. Потому что, конечно, можно взять и создавать сайты, как такой, например, да? Это сайт, который посвящен Dada Art, 100-летию Dada. И вы просто можете представить, сколько времени, сколько усилий, сколько людей, сколько человек, сколько команд, сколько ресурсов нужно было, чтобы создать такой сайт. Вы можете позволить себе создать такой сайт на выходных как-нибудь так, с воскресенья или в субботу, так, как сайт-проект. Это огромный ресурс, это огромный, как бы, effort. Не каждый может сделать такой сайт, во-первых. Во-вторых, даже если мы не хотим его сделать, это огромное количество ресурсов. Но это, наверное, один из таких немногих сайтов, которые запомнились мне надолго. Но, опять-таки, их не так много, потому что мы не можем себе это позволить. Мы, когда мы начали работать над смешником, мы не могли себе позволить создать нечто наподобие такого. Я не имею в виду в плане экзабилити, но в плане чего-то такого вау. Это просто огромный-огромный effort, да. И я подумал, как это можно сделать немножко более прагматичным. Как бы, мы не можем создать такое, но, может, мы можем создать что-то более доступное. И он продолжил, что, в принципе, сегодня, когда мы создаем страницы, нам нужно запомнить только об одной вещи. создавать outstanding storytelling through great art direction. Я тут не знаю, как это перевести на русский, честно говоря. Но так или иначе, storytelling through great art direction. Когда я думаю о storytelling, я думаю о сказках, да. Такой, может быть, такой. Я не думаю почему-то об интерфейсах, как, например, вот таком. Да. Но вообще-то, честно говоря, может быть, я думаю об этом в какой-то степени, если я думаю об интерфейсах типа MailChimp. И я задал себе вопрос. Я использовал Uber долгое время. И потом в какой-то момент в Бильнюсе, где я живу, сейчас пришел Taxify. И Taxify, в принципе, очень похож на Uber. Но он, может быть, не такой, как бы, хороший дизайн. Но в целом позволяет мне добраться с одного пункта в другой на 30, 20, 30 центов дешевле. Я перепрыгнул на Taxify мигом. У меня нет никакой эмоциональной связи с Uber вообще. Хотя я использовал его, честно говоря, 3 года. MailChimp. Кто-то должен действительно заплатить мне деньги, чтобы я ушел от MailChimp. Честное слово. Настолько у меня есть привязанность к этому бренду. Они создают книги, например, такую книгу. И раздают их везде на улицах. Бесплатно. Для детей. И она вот так выглядит. Это, в принципе, как колобок. Где дети могут ее расписать, красками и так далее. И для меня это пример интерфейса. Конечно, это все маркетинг. Я понимаю, что это маркетинг. Но это очень человечный какой-то маркетинг. То есть я вижу какую-то связь с humanity. Во-первых, в этом интерфейсе, но и в том, что они делают. То есть я могу их поддерживать. Есть немного вещей, которые я поддерживал в Uber, например. И даже копии, текст, который они пишут. Hi, I'm Freddy. It's fun to be me. Is it fun to be you? Как можно ответить на этот вопрос негативно? Типа, я ненавижу себя. Каждый божий день я просто стою и ненавижу себя. Я продолжаю ненавидеть себя. Это нереально, да? И они продолжают, продолжают, продолжают. Как бы рассказывают эту историю. И нигде нет кнопки, которая говорит, мы мелчим, самая лучшая email company in the world. Потому что email очень... Кто интересуется email? Ну, сейчас я не знаю. Что есть такого интересного в email? Ну, это все как бы о том... Здесь, мне кажется, речь идет именно о том, как создать историю какую-то вокруг своего бренда, своего интерфейса. Или, например, I love being me. Do you love being you? Опять-таки, можно ответить негативно. Я ненавижу себя, опять-таки, каждый день. Нет, конечно, нет. И вот эта фраза как бы осталась сама. И это как бы самое важное, что мы использовали в редизайне, когда мы начали работать над ним. Но перед тем, как я покажу редизайн, я хочу показать еще одну другую историю. Я хочу показать историю Тифана Флэтс. Это несколько мексиканских ресторанов в Америке. И они имеют свою специфическую signature, скажем так. Если вы выходите в ресторан, он будет выглядеть примерно вот так. Огромные стены, которые будут разрисованы. Потолки тоже будут разрисованы. Я согласен, что это, конечно, не стиль для всех. И многим, засту, может, не нравится. Но как бы это их стиль. И, конечно же, эти потолки действительно высокие. Вот люди, которые сидят там, и потолки эти действительно высокие. Каждые 4-5 месяцев они нанимают профессиональное граффити, которые приходят и продолжают историю. Или меняют стены, или как бы перерисовывают стены, чтобы продолжить рассказывать эту историю. Чтобы люди возвращались, как бы они видели, что-то поменялось в положении этой истории. И, конечно, их меню отображает каким-то образом эту историю тоже. Ну и вообще-то, честно говоря, их сайт, веб-сайт должен отражать эту историю тоже. И он отражал эту историю. Вот их веб-сайт. Я не знаю, нравится вам или нет. Но я думаю, что он как-то подходит опять-таки к истории, которые он рассказывает. Но самый интересный пункт здесь то, что следуя всему тому, что нам нужно делать в 2017 году, следуя всему тому, что все не любят параллакс, все не любят караселс, все не любят шрифты, все хотят перформанс, все любят флэт, никто не любит текстур, все любят что-то очень тихенькое, спокойненькое, красивенькое, замечательное. Они ушли от этого дизайна к этому дизайну. И вот, пожалуйста, стоит он в дизайне 2017. И я думаю, что очень-очень-очень много потеряно между этим дизайном и этим дизайном. И ни одна компания не знает это лучше, чем Bloomberg. Потому что они создают сайт такой, например, это, наверное, опять-таки одни из тех страниц, которые я никогда не забыл в своей жизни. Они наняли нескольких дизайнеров, которые дали свободу им делать все, что они хотят. И причиной для этого было брендинг. Потому что точно так же, как и многие другие фирмы, никто не связывал Bloomberg с чем-то интересным или особенным. Он как MSNBC News, как Financial Times, как тысяча других. И вот они сделали стайт конференции по дизайну. И, конечно, не каждая страница может себе такое позволить. Но вы можете ненавидеть ее. Кто считает, что это плохой дизайн? Ну, честно. Не так много, как я думал. А сами уже думают, что такое происходит здесь. Мы можем считать, что это ужасный дизайн. Плохой дизайн. Просто самый-самый лучший дизайн в мире. Но это отличный дизайн, потому что он позволил им достичь цели, которую они хотели. Они продали билеты гораздо быстрее, чем в прошлом году. И поэтому как бы цель достигнута. Поэтому, может быть, этот дизайн гораздо лучше, чем классический дизайн, который мы все создаем. И они, действительно, создают такие вещи, которые кажутся очень сумбурными, странными, непонятными. Это 50 companies to watch 2017. Это, наверное, как бы не то, что вы бы создали сегодня, я думаю. Но это просто показывает, как фирмы пытаются, действительно, пытаются страдательно, пытаются найти какой-то новый стиль, найти свой голос. И многие, я думаю, из вас видели Dropbox rebranding. Потому что Dropbox решили создать, опять-таки, нечто совершенно странное и непонятное. Ну, просто пытаясь заявить о себе. И кроме того, еще одна вещь, которую я должен показать. это их фичер Bloomberg об Elon Musk. Я уверен, что эту страницу вы никогда в жизни не забудете. Но так или иначе, опять-таки, она позволила им создать фичер, который имел в числе самый высокий трафик в этом году. И причина, почему это показывает, не потому, что это настолько, вау, это самый лучший дизайн в мире, но это просто многие еще пытаются создать нечто, что как бы в какой-то степени, по крайней мере, другим является. И это, я думаю, самый главный момент. Да? Но мы задали себе вопрос, ну, мы не можем сделать себе такое сейчас. Мы же как бы, ну, как-то неприлично. Да? Наверное. Я долго-долго искал над чем-то, что было бы менее таким сумасшедшим, скажем, но более персональным. Я подумал, а почему бы нам не взять и какие-то использовать такие маленькие элементы, но использовать их толком? Например, что если бы взять... Паузу. Минуточку. Паузу. Что если бы взять какой-нибудь элемент, который самый скучный или самый... Который все не любят, как карусель, например, или поп-ап, и попробовать сделать его более интересным? Например, вот так. Кто не любит поп-ап? Все не любят поп-ап. Добро пожаловать. Самый annoying, но самый, наверное, лучший поп-ап в мире. Он настолько классный, что я бы хотел каждую страницу, чтобы каждая страница измела его. Почему бы и нет? Или та же самая история, как, например, я перепрыгну немножко, как, например, назад. Наши любимые date of birth, да? Входишь на какой-нибудь сайт и нужно проверить, подходит ли твой день рождения и так далее. Можно иметь 32-43-го месяца, и они даже не проверяют, потому что они знают, что в основном люди все равно врут, да? И тогда ты входишь на сайт. Но почему бы не взять такой самый скучный элемент? Потому что никто не ожидает ничего интересного в таком элементе. Пробовать сделать его более интересным. Например, как Austin Beerworks. Тебе 21? Если да, окей, заходишь на сайт и готово. Нет? Хм. Может быть, тебе хотя бы 18? Хм. Может, 17? Хм. 16? 13? Как-то не хочется уже нажимать на «yes». Да? Хм. Само прикольное, что теперь уже нет возможности нажать на «yes». А потом, конечно, нажимаешь на «no», и да, они как-то играют с этой сестью. Потому что, опять-таки, никто это не ожидает. Но! Самый интересный момент в том, что если кто-то это найдет, да, то он будет сообщить всем своим друзьям. Он будет сообщить на Twitter, на Facebook и так далее. Потому что это создаёт эмоциональную связь. Я подумал, что если создать какой-нибудь самый скучный элемент, попробовать сделать его чуть-чуть более интересным, это как бы создаёт эмоциональную связь. Что может быть более скучным, чем «tidal»? Да? Ну, как бы «tidal», «mister», «missis» и, может, ещё что-нибудь, да? Может быть, тоже можно сделать что-нибудь здесь. Не обязательно иметь только две опции. Может быть, достаточно иметь много опций, да? Почему не так, например? Может, ты хочешь быть сегодня принцессой, например, или «major lieutenant», или «general», или «lady», или «squadron leader», это мой самый лучший, или «baronness». Да? Почему бы нет? На самом деле, этот список огромный. Там, по-моему, 40 или 45 разных наименований, которые вы можете для себя выбрать. И почему бы не такой элемент? Он тоже, опять-таки, создает эмоциональную связь, да? И мы подумали, когда мы начали делать дизайн, мы подумали, что нам тоже нужно найти какой-то элемент, который будет в какой-то степени похожим, ну, может быть, немного другим. И все началось, конечно, когда мы начали работать над сайтом с большой проблемой. Проблема заключалась в том, что многие из вас, и включая меня тоже, используют Adblocker. Сколько людей используют Adblocker? О-о-о-о! Ну, я думаю, процентов 90 используют Adblocker. И на самом деле, совершенно есть хорошая причина на это, я сам использую Adblocker постоянно. Но для нас это была проблема, потому что у нас был Advertising Revenue, на котором, в принципе, от которого мы зависели в какой-то степени. И каждый год на протяжении пяти лет последних мы постоянно видели 50% падения в заработке рекламы, на рекламе. И в данный момент 66% используют Adblocker из всех наших пользователей, читателей. Я думаю, это, как бы, скорее 30-40% обычных классических сайтов, как бы, зависит, конечно, от публики, но в нашем случае это практически 70, и это постоянно растет. И это проблема, которую нам пришлось решить, да? И, конечно, потому что мы просто уже знаем, что реклама не работает. Окей. В этом у нас был этот центральный продукт, который мы хотели ввести. Это не так важно, на самом деле. Но он должен быть центральным элементом всего, да? У нас была куча разных платформ, Magento, Shopify, Custom Based, Custom Job Board, WordPress. Как бы, создать платформу, которую можно было использовать в мембажном центральном элементе, было очень сложно. Поэтому мы решили создать все заново. Да, и сделать все за 12 месяцев. Понадобилось 27. Но это отдельная история. Но, в принципе, это было действительно сложно, потому что все пришлось сделать заново. Но мы, конечно, начали работать, взяли команду. Был Demo, Design, Frontend. Я показываю всех этих людей, потому что, на самом деле, они обычно типа behind the scenes или behind the curtains, но без них эта страница бы не существовала никогда. И Лео, я, кстати, познакомился тоже в Минске, и он занимается постоянно JavaScript, карты и так далее. То есть, очень-очень много людей в течение времени появилось все больше и больше людей. И я, как бы, в какой-то момент, начиная с января прошлого года, этого года, вернее, я занялся Frontend-ом полностью, то есть, много CSS написано мной, и UX тоже принимал решение я. И мы начали все создавать, создавать сайт, используя Text-First Approach. Я думаю, что многие из вас уже используют компоненты или что-то наподобие Pattern Library, Design System, Style Guide или что-то там роде. Я думаю, все об этом слышали уже, да? И мы подумали, ну, как бы, есть смысл создавать систему, которую мы хотим использовать в течение времени. И мы начали, как бы, создавая текстовые, в текстовом редакторе создавая компоненты. Это выглядело очень просто и тривиально изначально. Это вот один из первых макапов, которые мы сделали, подумали, какие нам нужны компоненты, как нам их назвать, какая будет времена структура, и даже такие вещи, как, например, Lightbox внизу, да? Are you surely want to delete that file? Yes, I'm sure, never mind. Причина, почему я это делаю всегда, потому что, если я могу создать тексты, как бы, interface copy, которые engaging, которые создают какую-то эмоциональную связь с пользователем в данный момент, да, то я могу благодаря вот этому тексту одному потом выйти на визуальный дизайн. Потому что, изначально, я не знаю, какой визуальный дизайн у нас будет, какой у нас стиль будет. Как бы именно текст помогает мне прийти к этому. Но быстро очень мы отошли от таких компонентов к чему-то более прагматичному, как, например, ошибки. Одно из первых вещей, которым я занимался, это создавание текста для ошибок на формуляры. Потому что, опять-таки, ошибки, это очень скучный элемент, который очень, ну, как бы, аноим, да? Никто не любит ошибки, например. Но если, опять-таки, можно заставить человека улыбнуться в тот момент, когда он увидит ошибку, может быть, я могу опять создать эмоциональную связь, да? И здесь это сейчас непонятно, что это значит вне контекста страницы, но, как бы, вот эти решения о том, что у нас будет код и о том, что у нас будет такой цвет, может быть, они были приняты до того, как мы начали работать с визуальным зазом. И потом, когда у нас был этот стиль, мы начали думать, какой шрифт подойдет, да? И мы рассмотрели много разных шрифтов. Выбрали этот для Элена для Body Copy и выбрали этот для Headings. И я его терпеть не могу. Ну, просто посмотрите на это. Эй, ну, честное слово. Ну, куда это, никуда не годится вообще. Да? Я небольшой фанат этого шрифта. Но, когда мы начали проводить user research и интервью, и начали посмотреть, как люди видят нас, они видели нас совершенно иначе, чем я видел нас. Как бы, я хотел, чтобы журнал был как бы профессиональным, для разработчиков, для дизайнеров, с уровнем, с каким-то опытом, да? Но, когда мы начали проводить user research, оказалось, что люди видят нас скорее как friendly, open-minded. И почему-то все говорили про котов. Я так, я не хочу в мою legacy, чтобы были коты. Это как бы, ну, не хочу просто, да? и это было очень удивительно, но я понимаю, почему. Потому что, самый главный наш продукт это смешинг конференции. И в первой, когда у нас была первая конференция в 2012 году, наш дизайнер, иллюстратор, подумал, ну, давайте сделаем кота. Я так, я терпеть не могу котов. Я терпеть не могу котов. Я скажу, I'm a dog person. Кто любит котов? Кто любит скорее собак, чем котов? Согласно моему исследованию, 40% любит собак, 30% любит котов, все остальные, whatever, не важно. Но, я не большой любитель котов. У меня даже аллергия на котов. Но, он создал эти два кота, потому что в следующем году было два кота на разных конференциях, потом через год опять два, потом появились больше и больше и больше котов. Естественно, если вести смешинг магазин, очень часто встречаются такие фотографии. Эти коты везде. Они постоянно везде, но честное слово. И люди связывали нас почему-то с котами. Я подумал, ну хорошо, я не терпеть не могу котов, но речь-то не обо мне, на самом деле. Должен принять решение, идти нам в этот путь, как вы знаете, серьезным и таким, в это направление двигаться, или, скажем, в более игровом направлении, как люди нас и так и так видят. Я подумал, почему бы и нет. Я не имею ничего против котов вне, в настоящей жизни. Да? В офлайн. Эти коты везде, на самом деле. И поэтому мы сделали котов. Много котов. На самом деле, сейчас на сайте 68 иллюстраций котов. 68 иллюстраций котов, которые где угодно, везде. Они на print style sheet, они в cancellation page, они везде. Если вы найдете все, если кто-нибудь найдет все, я гарантирую, бизнес флайт, на любую конференцию вашего выбора, на любую конференцию, абсолютно, с отелем, с конференцией, с билетами на воркшоп, все что угодно, вы не найдете их. Я уверен, что вы их не найдете. На самом деле, сейчас приходят письма, о том, что кто-то написал machine learning algorithm, да, кто-то написал machine learning algorithm, которые взяли котов, которые они уже нашли, и она говорит, сейчас идет и кролит весь сайт, чтобы найти всех котов. Нет, это невозможно все равно, ты все равно не найдете всех этих котов, они спрятаны везде. Но не так важно, речь, конечно, не только о котах. Да, да, да. Речь была о том, чтобы найти этот маленький элемент, который был бы более узнаваемым даже в отсутствии этого mascot или этого кота, потому что на самом деле это просто дополнение. И мы начали смотреть, как можно сделать с лей-аутом, и мы опять-таки хотели сделать нечто более интересное. Не просто классический one-column layout, а что более интересное и нестандартное. Не потому что, чтобы быть другими, а просто хотелось попробовать, что мы могли быть, потому что в данный момент мы могли исследовать для себя, что такое smashing experience. Потому что мы могли, в принципе, делать редизайн всего с самого начала. Мы начали продумывать, что можно сделать. Ну, думали, может, вертикальные headings, например. Что-нибудь такое. Много кучи всяких разных экспериментов. Начали продумывать, начали смотреть. И очень быстро мы пришли к такому решению, а почему бы нам не использовать наш лого, которое S, которое было повернуто всегда на 10,6 градусов. И первым делом мы сделали редизайн лого. Оно было 10,6, стало 11 градусов. Большой шаг для нас. И потом решили, почему бы почему бы вот эта повернутость на 11 градусов, почему бы она не могла быть нашей как бы сигнашем. И мы начали играть с ней. И первым, в первом мокапе это видно вот здесь, когда автор выглядит чуть-чуть повернут на 11 градусов. А вот там начали продолжать делать первые мокапы и так далее. Создали опять-таки этот стал гайд с разными компонентами. И здесь опять-таки наши все эти повернутые элементы были. Но это был опять-таки один из первых мокапов. В этом течение времени все развилось. И дропкапс, конечно, тоже повернуты. Авторы повернуты. Все повернуто. И как бы 11 градусов и бодераде с 11 пикселей. Это как бы стало нашим стилем, скажем так. Но мы не хотели, чтобы это было сразу видно. Это должно было быть более незаметным, скажем так. Я развал, развал, развивался. В итоге, в конечном счете открылся вот такой лей-аут, который, я знаю, многим не нравится. Потому что очень много места наверху свободное. Опять-таки, очень много места уделяется автору. Для меня это я получил столько хейт-мейлз. Потому что сайт был запущен 5-6 дней назад. Столько хейт-мейлз. Люди меня так не любят. Ужас. Но на самом деле позже всего они не любят именно этот лей-аут. И они понимают, почему этот автор вдруг не с вами ничего занимает. Так много места. Это непонятно. Это очень неудобно. Это очень как бы... Им нужно начинать считать непонятно где. Хиерархии никакой нет. И так далее. Может, вопрос привычки. Я не знаю. Я совершенно спокойно могу читать. Спустя год работаю над этим сайтом. Это меня совершенно не тревожит. Но на самом деле я просто знаю вьюз-интервью, что люди привыкают к этому дизайну. Потому что опять-таки то, что казалось очень странным людям спустя 7 дней, они видят этот дизайн совершенно иначе. И я как бы не так часто сталкивался с этим. Поэтому я знаю, что если вы видите это в первый раз, мне очень понравится. Но причина, главная причина, которую мне приходится постоянно объяснять, почему мы так делаем. И может быть это неправильно, я не знаю. Но причина, почему мы так делаем. Потому что люди, которые делают этот журнал, люди, которые пишут статьи, авторы, редакторы, все, кто находится в этой комьюнити, люди как вы. Без нас всех этого журнала бы точно не существовало. Поэтому для меня гораздо приятнее уделить им гораздо больше, слишком много может быть даже места, чем слишком мало. Поэтому лицо или человек, или люди, которые делают комьюнити, они везде. На главной странице 65 человек отображается сейчас. Людей разных, которые либо посылают ссылки какие-то нам, либо делают какие-то open-source проекты, либо задействованы в статьях, либо еще что-то. Я думаю, что это важно. Это может не значит, что у нас такой лояут останется навсегда, но я думаю, что важно сделать такой шаг и показать, что это нам важно. И это значит, что многие элементы тоже повернуты. Например, формуляр изначально повернут. И у нас есть много интересных чекбоксов. I don't like cats, I'm a talk person. Потому что знаешь, что большинство людей dog people. Тогда меняется на код, меняется на собак в собачьем outfit. Есть много довольно таких элементов. То же самое касается и анимации. И вот эта вещь, почему я это показываю? Потому что достаточно найти нечто одно, что действительно уникально для вас. Такая маленькая вещь, это может быть 11 градусов, это может повернутость, это может быть анимейшн, это может быть визуальный какой-то элемент, и просто использовать его. Но все происходит именно у нас в этом плане, как бы с этого угла. И я использовал несколько вещей, как например один из них это slow motion, где я записывал всегда юзеринтервью с очень много видео, и вот он проходил все эти видео в slow motion, чтобы видеть, что происходит в интерфейсе. Для меня это было очень полезно, потому что многие вещи я обнаружил буквально с течением времени. Но у меня есть очень-очень много recordings, где действительно все, я в принципе действительно просто смотрел очень-очень внимательно на каждом движении. Следующий. Next. И кроме того, конечно, довольно важно было быть как-то внимательно смотреть, что происходит в интерфейсе, потому что появляется какая-то проблема, например, такая проблема, в общем, сегодня всего у тебя была цена 29, и стала минус 81. Как-то неправильно, наверное, думаешь, надо решать. Создаешь какой-то новый гитхаб пейдж, гитхаб пейдж, пишешь, minor adjustments, so speakers talk, т.д. Потом появляется, что наш иллюстратор присылает новые иллюстрации котов. Поэтому more cat illustrations, cat with dog outfit adjustments, adding new cat illustrations и много-много-много котов. И я как-то постоянно начинаю теряться. Это, наверное, самая главная проблема, которая у меня есть. Почему я это показываю? Потому что я не хочу, чтобы она у вас была. Когда я смотрю на этот интерфейс, я вижу, что что-то не так. Вот прямо чувствую, что что-то не так. Вот у меня нюх есть. И я тогда сижу и смотрю, и смотрю, и теряю кучу-кучу времени. Опять-таки, помните то, о чем я говорил в самом начале? 11 пикселей, 12 пикселей, 10 пикселей. Это важно? В какой-то степени, да, это важно. В какой-то степени, может, это совершенно не важно. Потому что вот это та вещь, деталь, которая меня тревожила все это время. Это ну как-то, ну куда это? Это никуда не годится. Ну вообще никуда не годится. Ну так некрасиво. Я так смотрел, и думаю, что такое, почему, и не понимаю, что тут не так. И потом, конечно, взял, поменял, это не так сложно поменять. И я думаю, что заметна разница между этим дизайном, и вот этим дизайном. Ну вот я потратил столько времени на такие вещи, которые на самом деле может быть не стоило бы. Потому что есть как бы the bigger picture. Ну и кроме того, есть всегда полезная вещь, это лень. Я человек иногда ленивый, поэтому для того, чтобы создавать, например, orders, PDFs, мы решили, а почему нам нужно не использовать принт сталщит? Потратили очень много времени, чтобы создавать такой принт сталщит. Вот еще один код, которого никто не найдет, потому что он принт сталщит. И выглядит довольно симпатично. Взял, распечатал, послал. Готово. Почему бы и нет? То есть не нужно создавать никаких систем для PDFs и так далее. Та же самая история со статьями, потому что мы создаем e-books, и e-books это набор статей. И я подумал, ну так в принципе выглядит все ничего. Взял, нажимал на Command P или Control P, посмотрел PDF-предвью и сделал merge всех этих статей. Вот тебе e-book. Пожалуйста. И ушло довольно много времени, что этот принт сталщит. Но я думал, он того стоит. На самом деле мне не нужно теперь создавать e-books отдельно. Это круто. И конечно же мы подумали, почему нам не использовать как бы консистентно все прямо идти так по полной программе. Почему нам не использовать cat emoji? Есть же много котов в emoji. Почему бы не использовать классы в CSS, HTML, которые собственно с котами? Ну как бы логично. Я думаю, у каждого в какой-то момент в своей жизни или карьеры была такая идея. Наверное. Но проблема заключалась в том, что они выглядят иначе на разных платформах, конечно. И как-то debugging это сложно. немного. Потому что нельзя просто так взять и вести кота как бы на клавиатуре. Поэтому это решили не использовать. Но для hamburger icon, например, для нашего меню с гамбурга почему бы нет? И еще одна вещь, которую я хочу показать, если у меня есть еще 5 минут, это то, что мы сделали в плане фронт-энда. Но как бы в визуальном дизайне все было довольно понятно, довольно четко мы с нас обнаружили, что мы хотим. Но есть одна важная вещь, которую я думаю важно увидеть, потому что мы в техническом плане была одна вещь, которая изменила полностью мой подход к фронт-энду. Но для этого я сначала должен показать браузеры, которые нам надо было поддерживать. На самом деле все было довольно мило и приятно. Есть замечательный браузер, который мы все любим и ценим. И мне было, честно говоря, очень печально видеть, что Firefox потеряли за последние 2 года процентов 15 у нас. Сейчас Firefox, наверное, 9% или 8%. Это было в декабре 2015. Хотя новый браузер, новая версия Quantum, она очень-очень крутая, но жалко, что Firefox теряет так много процентов. Но с другой стороны, конечно, были браузеры, которых тоже надо что-то сказать. И на самом деле это не было большой проблемой. 20% мобил и чуть-чуть АИ. Хотя это неправда, потому что есть один пользователь, который приходит на наш сайт каждый раз в 2 года примерно. Сьюзер Эйджент Интернет Эксплора 666. Один человек. Это прикольно. Я ценю эту шутку. Но это полностью портит мне весь граф, мой чат для статистики. Но, да, это прикольно. Почему бы и нет? Когда мы начали создавать сайт, я всегда следую такому фреймворку, когда мы начинаем создавать компоненты. Например, сначала Speed, потом Access, потом Scale, потом Style. Speed, это значит, мы создаем компоненты, которые быстрые, шустрые, спокойные. Как бы, если эта кнопка, то это будет Button. Да? Как бы такие обычные элементы. Access, но это касается текста, картинок, видео и так далее. Потом Scale, где сижу, как бы Responsive Elements, в этом Style, это все остальное, там Fonts, Animations, Transformations. Почему я это показываю? Каждый раз, когда мы писали CSS, мы всегда начинали писать снизу и вверх. То есть даже, что касается CSS Properties, там Style, не знаю, Color, Width, Height и так далее, мы всегда стеливили эту пирамиду. Но что я считаю очень важным, то, что довольно быстро мы решили отказаться от идеи использовать Frameworks, как, я думаю, многие из вас тоже. Поэтому весь сайт написан не на React, а на Preact, как бы на маленьком subset React. И более того, очень быстро, и это то, что я хочу показать, мы решили отказаться от идеи использовать Media Queries. Я думаю, сейчас все такие, что такое? Что-то я не понял. Что уже такого Media Queries сделали? Почему их нельзя использовать? В моем случае есть небольшая проблема, с которой мы сталкивались все. Немножечу буквально 4 минуты. Когда мы работаем дизайном, или когда вы работаете друг с другом, или когда вы просто создаете какой-то мокап и даете его девелоперам, разработчикам, есть всегда небольшая проблема, потому что мы создаем мобильную версию, зендастопную версию, и потом нам нужно, в принципе, как разработчикам, или им, разработчикам, нужно создавать вот эту вот, ну, нужно создавать интерполяцию, скажем так, как бы делать приближение от одного стоит в другой, да, потому что они имеют одну хорошую маленькую версию, они имеют одну хорошую большую версию, но что происходит между ними, это уже как бы то, что надо отправлять. И вот в этой ситуации появляются проблемы, и тогда нужно добавлять Media Queries, или Break Points, для того, чтобы улучшать дизайн, да, и чем более перфекционисты мы, скажем так, тем больше Media Queries у нас, тем больше надо изменять, добавлять, и так далее. Мы подумали, а нужно ли это вообще? Что, если подумать, как бы, о дизайне, или структуре проекта совершенно другой перспективы? Да, то есть, если посмотреть здесь, то в какой-то момент зеленая часть, все в порядке, и тут все в порядке, но в какой-то момент появляется красная часть, когда что-то все как-то не так, рэпинг может быть, или пространство, и так далее. И мы подумали, а что если сделать совсем иначе? что если взять этот layout, сейчас я немножко перейду, это не так важно здесь, что если взять этот layout, и пытаться его построить совершенно иначе, например, вот, например, вот так, да, что я хочу создавать? Я хочу создавать, опять-таки, набор этих компонентов или целую библиотеку, которая спокойненько растет, спокойненько, как бы, становится меньше и больше в зависимости от того, какое разрешение экрана. Это, как бы, наша главная цель, да? Но что это значит? Кто любит математику? Кто не любит математику? Как-то не... Ну, ладно. Сейчас будет немножко математики. Когда мы создаем компоненты, допустим, мы хотим создать H1, да, шрифт первого заголовка, первого заголовка, да, мы не хотим, чтобы он становился одним пикселем на маленьком экране, мы не хотим, чтобы он становился 200 пикселей на большом экране, мы хотим какой-то более predictable, или какой-то более нормальный рост, да, что если каждый компонент, как, например, H1, как у нас заголовок, имел какое-то выражение или какую-то формулу, которая бы описывала его рост, да, то тогда в каждый момент на любом брейкпоинте, на любом разрешении экрана он бы выглядел идеально, так, как нужно вам, дизайнеру, да, это была идея. Только если каждому элементу дать какую-то формулу, которая бы описывала его состояние. То есть, в конечном счете, нам нужно... нам нужно создать нечто наподобие такой формулы, да, где компонент начинает расти где-то, и там прекращает расти в каком-то месте, да, понятно почему? То есть, как бы, начинается с 16 пикселей и заканчивается, может быть, 37, допустим, да, а вот теперь интересный момент, что если мы создадим граф, на котором с одной стороны у нас есть breakpoint, это viewport, а с другой стороны у нас есть как бы значение этого shift, значение этого h1, да, то есть у нас, например, 600 пикселей, у нас 22, 824, а 1034. Что если мы попробуем описать вот это движение? Вот так, да, то у нас получится что? Кто у нас в математике хорош? Да, у нас получится нечто наподобие такого. Это очень сложно решить в CSS или даже в JavaScript, и как бы никто не хочет это делать тоже. Поэтому можно, конечно, разбить это на несколько частей и так далее, и так далее, пытаться сделать approximation при помощи Y равного MX плюс B, но на самом деле нам нужно сделать вот это. Надо пройти все эти части этой линии как бы собрать. Но я подумал, ну как, я, конечно, freak, но не в такой же степени. ну я не буду такие вещи делать в CSS. Поэтому я подумал, вот что нам нужно, да, еще раз. К счастью, есть формула, которая, в принципе, описывает такое движение. Вот она выглядит так. Допустим, у нас на наш H1, да, мы ставим font-size calc, я думаю, многим из вас, если вы знакомы с CSS, будет знаком calc, потом у нас есть минимум, 16 пикселей, плюс разница между максимумом и минимумом, нужная на место, которое нужно развивать этот H1, поделенная на разницу между максимальным экраном и минимальным экраном, там, где будет этот breakpoint. Как бы, эти слайды у вас будут и так, это очень сложно объяснить интуицию, но, как бы, это позволяет нам расти от 16 пикселей до 24 между 400 пикселей и 800 пикселей, да. Но так важны, на самом деле, все детали. Но что вот очень важно, это то, что это можно использовать на каждом компоненте, не обязательно только на H1, да, но, например, на line height, да, на padding, на margin, на border, на border radius, на всем, на width, на height, на вести, top, left, right и так далее. И потом, а что бы, если, почему нам не сделать именно так? Это, в принципе, то же самое для line height. Тогда без media theories можно создать как бы, такую ситуацию, когда все будет всегда верно. наверху справа ее размер, spreading вокруг этого свечи, как бы line height, и, 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 то есть полностью вся, каждая маленькая деталь построена именно на этом. Включая размер иконок, например, drop caps и так далее. Все построено как бы на более натуральном, натуральном, обычном, классическом увеличении, по каким-то формулам. Если посмотреть, опять-таки, на CSS, то можно видеть много таких упрощенных формул. Это просто calc, который использует vw или vh, который 1% viewport width или 1% viewport height. Я думаю, что, как бы, я был очень удивлен, насколько просто было создать такой layout. Это было действительно, конечно, нужно экспериментировать с этими значениями, но в целом это довольно просто. В целом, зато у меня есть много котов. Коты, коты, коты и спасибо имя. Очень интересно по поводу динамического текста. Вы знали математика. Это моя тема. Я очень люблю такие формулы, хотя вот очень близок к дизайну. Только я не понимаю, как это все тестировать. Тестировать. В принципе, как бы, именно в такой формулы, как бы, тестирование, в принципе, не отличается ничем от классического тестирования. У нас здесь, допустим, разные экраны, у нас здесь разные юзеры, которые некоторые делают, например, увеличивают шрифт, некоторые уменьшают шрифт. Просто нужно заботиться о том, чтобы каждый момент на разной, там, десктопе, на маленьком экране, на большом экране было бы, расподправить, скажем, шрифт. Например, сейчас самая главная вещь, на которую люди жалуются в флайн-типографике, это, что все очень большое. На большом экране, если у нас, допустим, не знаю, 3000 пикселей, то, да, позаду. Ну, так нажми на команд-минус, ставит меньше, я не понимаю, в чем проблема, честное слово. То же самое, как я, например, часто, если я вижу какой-то сайт, который мне сложно читать, да, я не то, чтобы я такой старый, но я люблю, когда удобно читать, я нажимаю команд-плюс. Что такого страшного в этом, честное слово, я не понимаю. На самом деле, если учитывать, конечно, что публика, которая считает нас, это люди, как вы, они знают, что есть команд-минус, я надеюсь, и знают, что есть команд-плюс, да, но в целом, да, мы все равно будем немножко подправлять, но в целом, как бы, собираем людей, которые имеют, некоторые смотрят на мобильном, некоторые смотрят на таблте, некоторые смотрят на десктопе, при том, обычно разные машины, например, мы заметили, что есть некоторые проблемы в Firefox на Windows, а причина в этом заключается в том, что красный цвет, который у нас, выглядит гораздо более красным, в Firefox на Windows. Мне приходят такие сообщения, типа, что у вас это все такое красное? Я такой, ну, как-то да, но потому что там действительно очень, ну, как бы, ярко красное, такое прямо, как буйвол красное. Я такой, ну, как бы, присылать скриншот, я не знаю, да, и присылать скриншот, и да, там действительно очень сильно отражается. И можно, кстати, сделать этот тест тоже, потому что, например, на Firefox, если зайти на smashymagazine.com, сравнить красный цвет, который тот же HexColor, там ничего, никаких трюков нет, он выглядит совершенно по-другому в Firefox, чем в Chrome. Все работает, замечательно, цвет, конечно же, жесть, честное слово. Но что делать? HexColor, что могу сделать? С его скалибровкой такого экрана, так что? То есть, мне часто приходит такое сообщение, типа, слишком большое, некоторые пишут, слишком маленькое, потому что у них там такой экран, не знаю, сколько. А мы как бы пытаемся оптимизировать начиная с 400 до 3000, примерно. 3000, это, конечно, большое. Да, это есть. Ну, так, что за три меньше экрана? Я не знаю. Ну, честное слово. Так, здесь был вопрос. Раз, раз. Виталий, спасибо большое, очень было интересно, очень меня затронула и даже, наверное, резонула тема ломания каких-то привычных вещей. Я хотел спросить, скорее, что вы субъективно думаете, потому что я не думаю, что на этот вопрос можно объективно ответить, а значение и уместность этого приема. Значение в том смысле, а считаете ли вы, что в этом способе прогресса больше, чем в бесконечном оттачивании, скажем, одной и той же формы заказа билета на самолет? И об уместности это, ну, как бы, вы это делали все-таки для своего продукта, но вы так или иначе с внешними какими-то продуктами тоже работаете. Уместно ли всегда пробовать это продавать? Или в какие-то моменты это не работает? Это интересный очень вопрос, потому что на самом деле вполне может быть сервис, который, скажем, невиден, на нем как бы не остается никакой эмоциональной связи, он просто как бы делает свою работу, как Uber, допустим. Ничего плохого или ужасного в Uber нет. Он как бы делает свою работу дополнительно приятный, замечательный и так далее. Но причина, почему мы пытаемся создавать такое, не потому что мы не хотим делать iBTS, например, мы тоже его иногда делаем. Именно для меня главная цель сейчас именно добавить нечто такое маленькое, совсем маленькую деталь, которая делает его еще более особенным, скажем так, и возможность создать эмоциональную связь, для того, чтобы людям было немножко сложнее уйти. Опять-таки сообщение, которое я получаю сейчас насчет людей, которые проходят через Checkout, потому что там есть несколько таких фиговинок, которые особенные, то, что люди действительно улыбаются, люди пишут об этом на Twitter, у них есть какая-то связь с нами, поэтому я думаю, что им уйти от нас будет сложнее. Но это не потому, что мы пытаемся их как бы вот так привлечь, а просто это создает уникальный голос, скажем так, которого сейчас нет вообще на многих сайтах. И я не говорю, что там какие-нибудь сайты, которые продают темплейты, ужасные. Я думаю, что вполне можно использовать какой-нибудь хороший темплейт, но просто можно наверх на нем построить что-то чуть-чуть другое, чуть более интересное. Я не думаю, что как бы я не против оптимизации кнопок и так далее, просто я боюсь, что очень часто, когда мы оптимизируем кнопки, для самого лучшего примера, это booking.com, где они оптимизируют каждую деталь, наверное, еще похлеще, чем Google. Я думаю, что можно добиться какого-то результата, но иногда, я думаю, нужно пытаться добиться какого-нибудь гораздо более лучшего результата, просто пытаясь создать совершенно другое. Оно, конечно, может иметь совершенно никакого резонанса не получить и быть ужасным, а может, наоборот, совершенно другой уровень. То есть я хочу просто, чтобы мы потестировали и так, и так, то есть и А-Б тестинг, и А-З тестинг, то есть совершенно какие-то другие вещи.